Так, ну что, последняя лекция нашего цикла начинается. Я здесь собрал несколько таких разнородных вещей. Вроде как мы будем говорить про зависимые типы тоже, среди прочего, но такое не очень сильно между собой связано. И я вот так уже сплошняком, 9-10, то есть что получится, то получится. И начнем мы с вопроса, о котором мы говорили в прошлый раз, с вопроса тотальности и увидим, что понятие тотальности может превращаться в нечто, что на тотальность на самом деле совсем не похоже. Что мы бы тотальностью не назвали, но на самом деле это удобно считать тотальностью. И это позволяет описывать нам бесконечные данные процесса, вот то, что здесь заявляется. То есть понятно, с одной стороны, когда у нас данные бесконечные, то говорить о какой-то завершаемости не приходится в принципе. Так, я, наверное, прикрою. Но при этом рассуждать о таких программах все-таки приходится, и это бывает полезно, и нам часто нужны какие-то формальные свойства происходящего. Вот об этом мы сейчас в начале этих лекций поговорим. Для начала я покажу несколько примеров кода, которые написаны на языке Idris. То есть это именно Idris. И вы сразу можете увидеть, что и там, и там создается нечто совершенно бесконечное. Ну, например, функция Iterate. Если бы мы не видели вот это слово stream здесь, то мы бы подумали, что это просто бесконечный список. Мы элемент за элементом формируем, и конца здесь не видно. То есть функция, которую мы описываем, это просто функция, бесконечно генерирующая что-то. И с помощью этой функции Iterate мы можем, например, функцию Nats, такой бесконечный список натуральных чисел сформировать, начиная с нуля, и конца не видно. При этом я напоминаю вам, мы с самого начала слышали, что Idris это язык со строгими вычислениями. То есть никакой ленивости изначально там нет, в отличие от Хаскеля. Тем не менее, вот такие вещи делать мы все-таки можем. Вот, скажем, еще функцию Take я здесь, для того, чтобы, например, посмотреть. Функция Take выглядит так же, как и везде. Она могла бы быть описана и для списка. Но что здесь важно? На входе у нас вот этот самый некий стрим, а на выходе все-таки список у нее. И она уже возвращает список фиксированного размера, именно того, который у нас запросили. То есть если мы, скажем, возьмем первые 10 натуральных чисел, то вот какой-то такой список из 10 элементов у нас и получится. То есть в этом смысле функция Iterate в некотором смысле производит данные, причем она их может потенциально произвести бесконечно много, а функция Take потребляет какую-то часть, конечную этих данных. С помощью тех же самых стримов или потоков мы можем, например, сделать функцию Fibonacci. Вот я здесь попытался запрограммировать бесконечный поток чисел Fibonacci. Причем обратите внимание, что я хотел такой линейный процесс сделать. То есть у меня здесь с помощью функции Iterate вот такими тройками я по числам Fibonacci иду. И здесь каждый раз два предыдущих числа и очередное вычисляемое. И вот эта тройка проходит по всему списку с помощью Iterate. Но опять же это бесконечная последовательность. Внутри там я функцию Map использую на потоках. Вот здесь я ее определил. И Map, и Iterate, и Take это на самом деле функции стандартной библиотеки. Я просто показываю, что их можно переопределить средствами Idris. Абсолютно такой же, но обратите внимание, нет пустого. Вот есть только вот такой конструктор следующий. То есть и голова, и хвост. А пустого нигде здесь не возникает. Это важная особенность. Но внешне все выглядит, как просто работа со списками. Ну да, это конструктор просто. Это как мы видели, когда мы смотрели на пространство имен. Фактически это просто другое квалифицированное имя будет. То есть у списка два двоеточия одно имя, здесь другое. Через вот этот стрим. Ну и здесь первые десять чисел Фибоначчи я проверяю. Вроде бы нормально. Кстати сказать, вот мы в самом начале там что-то про НАТО обсуждали. Я так вот сказал, что непонятно, как они там эти НАТО работают. В общем, вот на этом примере можно сразу увидеть, что НАТО работают безумно медленно. Вот даже чтобы первые десять чисел моему ноутбуку вычислить, пришлось подумать. А тридцать я не дождался. Ну двадцать я дождался, но это минуты три там оно считалось. И это проблема именно в натуральных числах. Если бы я там интеджер взял, было бы лучше. Ну это вот та текущая последняя версия, на которой я это все запускал. Более того, мы даже в Идрисе можем сделать вот такие числа Фибоначчи. Это такая наиболее красивая идиоматичная хаскелевская версия чисел Фибоначчи с так называемым завязыванием узлов. То есть если вы с такой записью не встречались, то это она очень интересная. Мы формируем первые два элемента явно, а после этого начинаем поэлементно складывать саму такую последовательность и хвост от такой последовательности. И в результате уже третий элемент будет 0 плюс 1, а следующий соответственно 1 плюс 1, дальше 2 плюс 1 и так далее. Это такая идиоматическая хаскелевская конструкция, когда функция сама от себя зависит. И это тоже Идрис. То есть Идрис тоже такое может делать. И вот я даже проверил специально, он действительно выдает те же самые числа Фибоначчи, какие и должен выдавать. Вот наша цель сейчас, самое главное понять, как это вообще возможно в языке со строгими вычислениями, как мы можем вот такие вещи делать. При этом выглядит все как будто бы мы просто работаем с обычными конструкторами списков. Этот механизм реализуется тоже с помощью отложенных вычислений, как в хаскеле. Только в хаскеле мы их используем всегда по умолчанию. А здесь мы должны проделать специальные действия по тому, чтобы их применять. Значит вот выделяют два вида причин для откладывания действий. Это бесконечные структуры данных, infinite, и lazy value, ленивые значения или ленивые функции. Вот мы сначала поговорим про бесконечные структуры данных, а потом увидим, как вот это lazy value используется. То есть причины две. Мы позже увидим, что они абсолютно по-разному трактуются компилятором, но с их помощью создается один и тот же механизм отложенных вычислений. Итак, собственно отложенное вычисление задается вот этим типом данных delay. Он параметризуется типом, типом вот этой задержки откладывания вычислений и типом значения, вычисление которого откладывается. У него один конструктор, вот такой. Причем, вот обратите внимание, мы здесь в типе и причина, и тип результата. Ну а здесь только само это вычисление. И для того, чтобы это отложенное вычисление вычислить, имеется функция force. Вот ее цель просто взять и вытащить оттуда результат. Когда мы вот такую функцию вычисляем, вызываем, поскольку идрис строгий язык, он обязан это значение вычислить целиком. То есть для того, чтобы его вернуть, он его обязан вычислить. Так вот, оказывается, что вот эти delay и force, конструктор данных delay, который оборачивает значение и говорит, что его нужно вычислить попозже, и функция force, которая вычисляет все-таки значения, они вставляются автоматически. И они вставляются тогда, когда в типе присутствует вот что-то такое, типа этого delay. И в тех примерах, которые мы с вами видели, они есть. Только их компилятор поставит вместо нас. Это такое, ну немножко обманка. Вот даже вот в этих примерах, всех, которые мы видели, вот в этих, тут везде есть эти операции, задержки и форсирование вычислений. Реальности мы используем не тип delay, а вот такие два псевдонима. Ну, псевдонимы или это функции на типах, как мы помним, lazy и inf. Они отличаются только вот такой причиной для откладывания. Ну и inf мы применим сразу, все, что мы делали, делалось с помощью вот такого типа stream. Вот его единственный конструктор. Вот значение головы, а вот значение хвоста. И поскольку для хвоста указан тип inf, то именно в этом месте компилятор и будет вставлять операцию delay. То есть вычисление хвоста, это всегда отложенное вычисление. Ну и все это определяет нам вот такой поток. Поэтому я вот повторяю функцию iterate и функцию take. Функции iterate во время компиляции автоматически будет добавлен этот конструктор delay. Ведь обратите внимание, вот если сейчас delay вот так закрыть, то типы не сойдутся. Видно? Потому что у конструктора два двоеточия слева значение, а справа должен быть inf. А мы ему подставляем iterate. У iterate у результата тип stream. То есть вообще говоря, подставлять туда этот стрим нельзя. И именно поэтому такая замена, подстановка происходит фактически во время проверки типов. Компилятор видит, что типы не сходятся. Он знает, что этот тип inf особенный. Поэтому ему нужно, чтобы этот тип подкрутить, туда вставить специальную конструкцию. Вот в этом месте вставляется delay конструктор данных для отложенных вычислений. А там, где мы делаем take, вот здесь та же самая ситуация. Просто так взять take nxs нельзя, потому что xs это inf тип. А нам нужен стрим для take в качестве параметра. Поэтому вот сюда будет вставлено force. Force извлекает это вычисление и возвращает его. Ну и при этом мы должны уже понимать. Вот поскольку стрим это такая последовательность delay фактически, каждое следующее это новый delay, каждый следующий конструктор два двоеточия, то каждый раз в реальности вызывается именно одно вычисление, на один шаг, на одно значение. И это нам позволяет бесконечные списки описывать. То есть мы их описываем все равно конечно. А если мы два раза даем take, то у нас два раза будет вырван force? Два раза, каждый раз. Это происходит каждый раз, когда нам нужно удовлетворить тип. А, или вы имеете в виду take от... Нет, take от take. Нет, take от того же тема два раза. Ой, это я не могу сказать. Это уже деталь реализации такая. Я подозреваю, что не будет там быстро. Скорее всего он каждый раз и будет вставлять. Я думаю, что так. Так, я очень сомневаюсь, что они тут какую-то оптимизацию проделывали. Возможно, проблема со скоростью, что Симоначчо именно в этом, а не у него? Вполне может быть. Нет, я думаю, что с натами, но тем не менее. Так вот, самое главное. Как вам это нравится? Функция Iterate, которая создает бесконечный поток, сколь угодно данных, она тотальна. Ну, подождите. Она создает поток с бесконечным числом данных. Ну, как это? Если там что-то бесконечное, значит она бесконечная и есть. Дело в том, что получив результат Iterate, с этим результатом мы можем работать бесконечно долго, правильно? Она же, то есть мы можем по одному элементу брать, 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 и результат Iterate будет вот такой бесконечный. То есть она никогда не закончит свою работу. Если мы еще раз на ее код посмотрим, то есть вот эта функция внутри Iterate, она будет вызываться постоянно. Это же рекурсивная функция. Она не вернет поток и все, и дальше мы с этим потоком уже будем работать. Это будет продолжаться работа Iterate. Там тут же рекурсия идет. Что значит положим? Мы его не сможем никуда положить, потому что он бесконечный. Вот бесконечность это такая сложная абстракция. Ну, там физики, например, говорят, что бесконечности не существует. Ее придумали математики для того, чтобы упрощать себе жизнь. Ну, они там говорят один, два, три, много. Им так проще. Получается как аргумент. Вот что? Take же может получить как аргумент. Take? Ну, получить может, но проблема в том, что внутри все равно будет вот этот вызов Iterate рекурсивный. То есть Iterate не возвращает поток как нечто цельное. Вот эта функция будет вызываться все время внутри Iterate, и сам Iterate будет постоянно вызываться. Ну, в общем, смотрите, на самом деле происходит это вот почему. Под тотальностью понимается два разных понятия. Одно это завершаемость, это та тотальность, о которой мы говорили в прошлый раз, и которую мы видели, как можно делать с помощью рекурсивных представлений, например. А второй вид тотальности – это продуктивность. Хотя результат у нашей функции бесконечный, вот стрим, он бесконечен. Там нету даже такого пустой поток конструктора. Несмотря на это, у нас всегда есть способность произвести какой-то конечный префикс за конечное время от всего этого бесконечного потока. И если мы посмотрим еще раз на определение функции Iterate, то мы здесь увидим, что вот это конечный префикс, который гарантированно будет производиться всякий раз. А вот это уже, ну, все вместе, это будет бесконечный результат. Да. А вот если группы ДНР, будет вызвана недотальная функция, то все равно функция, который использует ДНР, будет тотальной? Я думаю, что нет. И это связано с тем, тогда, видимо, вот префикс не будет обнаруживаться. Я думаю, что нет. Это нужно попробовать. Я думаю, что не будет оно распознаваться как тотальное. То есть тут же важно, что внутри дилея именно, да? Внутри дилея. Понятно, что у меня какого-то обработка сквозки хранила и то, что внутри дилея есть. Да, да, совершенно верно. Не знаю, это надо попробовать. Это интересно. То есть, в принципе, вот это наше определение уже вот такую функцию делает тотальной, независимо от того, что там внутри. Да, внутри дилея спрятано. В принципе, не знаю, даже интересно стало. Но, в общем, два таких понятия есть. И поэтому все те функции, которые мы видели, они тотальные, распознаются как тотальные, хотя они работают бесконечно долго. Потому что им все время нужно вычислять что-то следующее. А вот дальше, когда мы поговорили о бесконечных данных, мы можем перейти уже к бесконечным процессам. И вот это нечто, что оказывается более полезным в таком практикоориентированном языке, как Idris. Ну, мы можем сказать, что очень часто бывает программное обеспечение, которое работает бесконечно. Ну, например, сервера какие-то, которые все время там что-то в бесконечном цикле крутится и обрабатываются запросы пользователей. Но на самом деле почти всегда ровно так рассматриваются и графические приложения с GUI. Потому что считается, что есть некий поток действий пользователя. Вот он там мышкой вводит, жмет на кнопочки, разные элементы интерфейса вызывает. А программа должна реагировать на все эти действия. То есть получается так, что у нас есть какой-то набор данных, он бесконечный обычно. И мы реагируем, обрабатываем какими-то своими действиями эти данные. И программа получается бесконечной. И нам хочется вот такую бесконечно работающую программу тоже рассматривать как тотальную в некотором смысле. При этом принцип остается точно такой же. Эта программа должна гарантированно за конечное время выполнять одно действие. Вот такая продуктивность должна быть. Скажем, если у нас есть поток соединений от клиентов, то мы должны гарантировать, что мы обрабатываем за конечное время, скажем, одного клиента. И потом можем принимать уже следующего. Вот время этого ожидания следующего нас уже особо не беспокоит. Нас интересует только та часть, в которой мы конечную часть обработали. Значит, мы должны иметь возможность тоже это выразить. То есть у нас есть такая последовательность действий, с помощью которой мы сделаем бесконечный процесс. Тут такой простой пример того, как такую последовательность действий можно программировать и как добиваться ее тотальности. Точнее, как добиваться, что компилятор будет соответствующие функции признавать тотальными. Мы это реализуем с помощью типа хранящего действия. Ну вот специалисты по Хаскелю сразу могут увидеть, что тут есть что-то такое монадическое. Ну совершенно не удивительно, поскольку последовательности действий, конечно, должны друг от друга зависеть. Каждое следующее действие должно зависеть от предыдущего. Это совершенно тривиальная вещь. И ровно это мы здесь видим. То есть мы хотим выполнять некоторое действие, брать его результат, исходя из этого результата вычислять новое действие. И вот это новое действие мы прячем внутри типа инф. То есть мы создаем бесконечный тип данных, поскольку тут инф это означает, что компилятор будет нам вставлять дилеи и форсы там, где необходимо. То есть вот это второе вычисление, ну и тип результата мы возвращаемся. Вот с помощью такого типа мы сможем последовательности действий описывать. И они, по идее, имеют возможность крутиться бесконечно долго. Вот пример простого такого действия. Пример действия вот такого типа. Здесь в цикле должен крутиться вывод одного и того же сообщения. И вот это действие мы описываем в виде как раз такого конструктора. Мы печатаем сообщение, а в качестве параметра дальше передаем вот такую анонимную функцию, которая просто игнорирует результат предыдущего действия. Ну поскольку put strln он все равно тип юнит, круглые скобки возвращает, поэтому там ничего существенного нет. Мы это игнорируем. А просто будем в конце вызывать снова такой loop print. Как по-вашему, loop print она тотальная или не тотальная? В самой по себе loop print ничего такого нет. Поскольку, заметьте, она сама себя не вызывает. Хотя мы видим, что она сама от себя зависит, но поскольку это в анонимной функции все происходит, это кто-то другой, кто ее будет вызывать, вот он будет бесконечную такую последовательность прорабатывать все время. Вот. То есть она тотальная, в ней все нормально. Однако, вот сейчас мы программируем так очень декларативно. Ну мы описали какое-то действие, причем фактически создали просто значение типа данных. Как обычно действие нужно выполнять. Нам нужен некий раннер, который будет запускать это вычисление, который будет все это печатать. Это можно сделать, например, так. Ну, это уже обычное монадическое вычисление обычное. Монаде и О. Вот здесь эти два параметра. С и Ф это действие и то, что делать дальше. Вот мы выполняем действие, получаем его результат и рекурсивно запускаем с этим результатом нашу функцию. И эта функция, безусловно, тотальной не будет, потому что она вызывает сама себя, и у нас там есть этот цикл. Так вот, оказывается, такую функцию тоже можно сделать тотальной. Правда, ну, не все могут поверить, что это действительно тотальность. То есть, вот здесь остается некий привкус шарлатанства. Но, смотрите, шарлатанство в каком смысле? Мы хотим вообще, наша цель... Ну, понятно, что функция, работающая бесконечно долго, программа, работающая бесконечно долго, она, конечно, завершаться не будет. Мы придумали вот эту некую продуктивность такую, но нам нужно ее как-то ограничить. Вот мы хотим, чтобы в нашей программе такой источник бесконечности, источник, из-за которого отсутствует завершаемость, чтобы он был сконцентрирован в каком-то одном месте, а все остальное по максимуму было тотальным. То есть, мы, ну, как вот сама Монада ИО, мы говорим, ну, Монада ИО, там грязные вычисления, давайте сделаем ее как можно меньше, а все остальное вынесем в чистые функции, в этом прекрасном мире волшебном будем жить. Там все миллионы строк кода нашей программы. Точно так же и здесь мы говорим. Давайте мы вот этот источник бесконечности как-нибудь спрячем, так, чтобы он был, но как можно меньше. И все. А все остальное будет тотальное, красивое, то есть то, о чем мы можем формально рассуждать. В чем проблема нетотальности? Почему ее, ну, если есть возможность с ней бороться, то почему с ней принято бороться? У бесконечных вычислений есть одна существенная проблема. Я вот об этом всегда рассказываю, когда читаю курс теории алгоритмов, чтобы понять, что плохо. Если у вас есть долго выполняющиеся вычисления, вы никогда не знаете, то ли оно просто очень долгое и закончится там завтра или через 5 секунд, то ли оно действительно зациклилось и не закончится никогда. Вот это такой фундаментальная проблема. Мы не можем отличать вот эти две такие. Для нас это то и то бесконечность. Но мы не знаем, вот она может быть завтра закончится или там никогда не закончится. Различать нельзя. И это очень неудобно. Поэтому в теорию алгоритмов вводятся специальные классы задач, которые решаются за конечное время и так далее. Ну, разрешимые задачи. Мы упоминали это определение в нашем курсе. Вот. И здесь мы хотим добиться того, чтобы как можно большее число функций было ограничено тотальностью. Ну, а если что-то там такое уже плохое, что вот обеспечивая бесконечность, ну, уже как есть. Делается это так. Для начала мы создаем вот такой странный тип данных. Я его называю странный. Смотрите, он такой не особо осмысленный. Я как бы говорю, вот такой тип больше с одним конструктором, а внутри у него еще больше. То есть, если бы не вот эта лейзи, которая там стояла бы, но это был бы тип, в которых эти конструкторы M были бы до бесконечности. Ну, пока мы описываем тип данных нормальный, но как только мы бы начали создавать значение, так сразу бы оно бы не могло бы создаться, потому что оно бесконечно длинное. Так вот, лейзи здесь, как отложенное вычисление, или второй вид отложенных вычислений, обеспечивает просто ленивость вычисления этого значения. Как только нам требуется следующее значение, в этот момент происходит один шаг вычислений. То есть, следующий M внутри вычисляется. В следующий раз, когда понадобится, опять один шаг делается, все остальное остается. То есть, если там в инфе была бесконечная последовательность данных, и именно это для нас было важно, то здесь важно, что это значение просто целиком не создается. То есть, такой вычислительный аспект тут важен. Ну вот, если у нас есть такой тип данных, то мы можем переписать функцию run, добавив туда этот аргумент. И вот здесь, уже глядя на эту функцию, она вдруг оказывается тотальной. И давайте подумаем, почему она считается тотальной. Уже тотальной в обычном смысле, в том, в котором мы это делали в прошлый раз. Совершенно верно. То есть, вот здесь уже видно, что структурно аргумент этой функции в рекурсивном вызове уменьшается. И как бы комбинатор нам верит. Ну, он-то знает, о чем речь идет. Но это такое, вот в этом некая обманка есть. То есть, с точки зрения анализа структурного уменьшения аргумента, все хорошо. Другое дело, что там нет конца. Вот этот пример я немножко преобразовал, взяв его из книжки Эдвина Брейди. Он вообще происходит вот откуда. Значит, там у него в примере написано так. У него этот тип создается, он называется фьюэл топлива. И в этом типе бак может быть пустым, а может содержать вот такую, как у меня, бесконечную последовательность. И вначале он показывает конечный пример. Когда бак можно создать, там из десяти вот этих моры внутри, и тогда оно как бы заканчивается в какой-то момент. Но потом мы делаем следующий шаг. Мы создаем это море бесконечное, но проверка тоталити-чекер удовлетворяется тем, что все нормально. Так вот, то есть здесь уже эта функция будет тотальной, и все хорошо. Да, все что угодно. То есть на самом деле, если мы делаем программу, которая завершается, допустим, при вводе пользователя какого-то, там квид что-то пользователь сделал, и мы можем выйти. И с этим типом мы можем как угодно работать. Он может быть любым. Важно только, чтобы там было вот такое уменьшение аргумента структурное. Сколь угодно сложность, передачей параметров от одного вызова к другому и так далее. У меня институт может быть другое. Вот в Хаскеле есть проблема, когда вот такие терактивные программы, когда они получаются сложными, то там могут путаться данные из разных степок. Вот и если бы это мог хранить номер степок, то это зависит? Можно. Запросто. Я думаю, что все что угодно можно хранить. Да, в том числе и это. Ну смотрите, вы же можете здесь любые другие поля добавлять еще. Ну то есть никаких ограничений. Это просто минимальный тип, который обеспечит нам тотальность. То есть там можно и разные конструкторы другие делать, и внутри там наполнять. То есть это как угодно. То есть чисто синтаксическая вещь. То есть тотальность обеспечивается структурно меньшим аргументом. Все. Она распознается как тотальная. При этом... Неужели у меня тут пропал кусочек, который... А, нет, наверное, он дальше будет. Ну если не будет, я потом скажу. Значит, зафиксируем, что два вот этих псевдонима, инф и лейзи, они оба участвуют в контроле тотальности, но по-разному. Инф работает, когда мы проверяем продуктивность. Значит, я напоминаю, что при проверке продуктивности мы должны убедиться, что есть не пустой конечный префикс, который за конечное время вычисляется. Вот он убеждается, что есть вот такой префикс, ну а все остальное в дилее, уже в отложенных вычислениях. Это делается, когда если мы указали тип инф, то проверяется именно это. Если же мы указываем тип лейзи, то проверяется проверка завершаемости уже. Это вторая часть или первая часть тоталити чекера. То есть тут мы смотрим структурно меньше, все хорошо. Хотя сам тип, конечно, бесконечный. А работает это одинаково. В рантайме и там, и там вот эти delay, force вставляются. И в тот момент, когда мы фактические значения используем, а это единственная возможность, это когда мы такой кейс сплитинг по этой переменной делаем. То есть мы смотрим, что там внутри. В этот момент при сопоставлении с образцами мы его вычисляем. В этот момент вставляется force, вычисляется значение, и мы смотрим, что внутри. До следующего delay это все вычисляется. Да. Так вот. Вот этот кусок, который я забыл, что он тут есть. Вот носитель бесконечности, в котором мы собрали весь источник зла этого мира. Да. Вот это бесконечное вычисление. И заметьте, что я здесь явно обозначил эту функцию ключевым словом partial. То есть она заведомо не тотальная. Даже если в начале этого файла стояла директива total, default total, то эта функция, она, конечно же, тотальная ни в коем случае не будет. Ну она просто тут вот рекурсия явная идет. Но она создает то, что нам надо. То есть мы взяли и сконцентрировали именно в ней вот это ядро бесконечности. Но поскольку там lazy, то вычисляться это значение не будет. То есть вот и заметьте, forever по типу сюда вообще говоря не подходит. То есть у forever тип more, а у аргумента m тип lazy more. Это тоже случай, куда будет вставлен дилей автоматически при проверке типов. То есть компилятор увидит, какие тут типы и вставит дилей сюда. Ну и этот дилей будет вычисляться уже в рантайме вот так, как обычно. Ну и понятно, что функция main теперь тоже не будет тотальной, потому что main внутри будет это forever вызываться. Вот такая, так выглядящая функция main уже обеспечит нам правильную работу. Бесконечно долгую. Фикс, неподвижная точка. Ну в принципе да, да, да. Только там же как, неподвижная точка такая типизированная. Если мы будем смотреть типизированное лямбда исчисления, искать там неподвижные точки, они будут очень сильно похожи на такой тип данных. Просто одно лицо просто будет. Ну в бесконечной, в нетипизированной лямбде там много всяких красивых y-комбинаторов, а тут вот есть ограничения. Вот. Да, ну и там типы с типами вообще. Сейчас, я не то говорю. Если просто смотреть простое типизированное, то там вообще все завершается, там такого нету. Там нетипизируется комбинатор неподвижной точки. Ну вот, бесконечные вычисления. Вот две функции не тотальные, все остальное тотальное. И мы так можем описывать то, что нам надо. Вот. Ну вам решать, как бы, есть тут тотальность или нет. Ну считается, что вот есть. Так, хорошо. Это был первый раздел. Если вы посмотрите в книжке, там вы увидите немножко больше примеров про это. Я так вот сильно сократил материал этой главы. По-моему, это 11 глава. Там можно интересно про это почитать. Есть еще один момент. Я, пожалуй, про него скажу. Вот, который показывает такое отношение автора языка Идрис к своей работе, такой практикой ориентированности. Вы могли слышать такое выражение ко-данные и ко-рекурсия. Это термины, которыми часто некоторые любят пугать молодежь. Ну, как только вы там говорите кому-нибудь, первокурснику, там что-нибудь про ко-рекурсию, он сразу проникается уважением. Ну вот, крутой, там типа такие слова. Ладно, тоже пытается сам выучить и все такое. Где-то, может быть, это имеет значение. Более того, в языке Идрис есть даже ключевое слово кодата. То есть есть дата, есть кодата. Так вот, причем оно было добавлено и Эдвин Брэдди где-то там шутил, что ему надоело отвечать на вопрос, есть ли в вашем языке коданные, поэтому он взял и добавил такое ключевое слово. Единственное, что делает вот это определение кодата, вот если мы вспомним определение стрима, я пошел об этом рассказывать, давайте вернемся. Где-то он давно был, стрим, вот он, стрим. Так вот, если здесь написать кодата и вот здесь убрать это инф, то будет ровно то, что надо. И компилятор сам кодату без инфа здесь транслирует в дату с этим инфом. И все. Идеологически там происходит следующее. Когда мы говорим об обычных данных или индуктивно определенных данных, как список, например, вот у нас есть пустой список, есть способ построения списка из головы и хвоста. Когда мы пишем рекурсивную функцию, которая на вход принимает список, она начинает этот список разрушать. То есть у нас всегда определяется функция паттерн-матчинга. Значит она смотрит, ага, вот голова-хвост, голову обрабатывает, хвост передает на рекурсивный вызов. То есть рекурсия разрушает данные, пока не дойдет до самого конца, до пустого списка. И произошло вот ровно то, что всегда происходит. Список разрушился, мы его полностью обработали. Это данные и корекурсия. Теперь смотрим на стрим. Стрим это коданные. У стрима нельзя дойти до конца. Один шаг вычисления стрима это появление еще одного нового элемента. И когда мы этот стрим потребляем фактически, мы все время требуем произвести еще новый элемент. То есть с каждым шагом потребления этот стрим становится все больше и больше и больше. Он растет. И генерация этого стрима, создание и создание элементов просто называется корекурсией. Это процесс, который двойственен или противоположен рекурсии. Рекурсия разрушения, корекурсия это создание, генерация, порождение. Два вот этих смысла, рекурсия, корекурсия, это все происходит из теории категорий. Там, где двойственных категориях переворачиваются стрелки, мы как бы просто в обратную сторону начинаем думать. На самом деле за всем этим вот такая простая вещь скрывается. Корекурсия это такое развитие, развитие, генерация, расширение, что для ко данных является естественной операцией. При этом программист на практикоориентированном языке программирования может не задумываться об этих вещах и не различать их. У нас все рекурсивно, мы пишем только рекурсивные функции здесь. Но там, где нужна корекурсивность, мы используем механизм отложенных вычислений. И честно об этом пишем. Мы туда вставляем тип инф, используем вот таким образом. То есть это такой более инженерный подход. Его можно было бы спрятать вот за этими ключевыми словами типа куда-то и написанием корекурсивных функций. Но в данном случае в этом нет необходимости. И так все просто. Другое дело, что если бы мы занимались какими-то более приближенными к математике формальными вещами, там было бы важно такое различие, и там бы пришлось бы об этом думать. Ну а здесь не обязательно. Но тем не менее ко данные есть, и работать мы с ними можем. Но знать про это не обязательно, как я уже сказал. Итак, следующий раздел. Да, ну вот применение кого-то напугать своим высоким уровнем интеллектуального развития, его никто не отменял. Это всегда полезно. Я в своем фильтре регулярно этим занимаюсь. Так, значит, следующий момент. Конечные автоматы. У нас, правда, автоматы будут не только конечные, но и бесконечные. И верификация протоколов. Но не в смысле протоколов там HTTP, например. Под протоколом я здесь понимаю любое взаимодействие, когда есть несколько сторон, они как-то должны в определенной последовательности что-то делать. Это протоколы есть. Совершенно верно. Мы ровно это и сейчас обсудим. И начнем вот с такого вопроса, как писать статьи. Поскольку из вышки у нас уже никого не осталось, как я понимаю. Это студентам вышки положено статьи писать. Ну, может быть, не на младших курсах, а чуть попозже. Но, тем не менее. Это такая чисто академическая проблема. Я вас сейчас научу. Я даже специальный автомат составил на эту тему. Он выглядит следующим образом. Статьи пишутся вот так. Сначала, Нил, там у меня статьи нет у вас. Потом вы ее пишете, и она переходит в состояние ритм, написанная статья. Но написанная статья сама по себе никому не нужна. Она должна быть принята, ну, либо на конференцию, либо в журнал. Ну, если мы говорим об информатике, то она должна быть принята на конференцию, потому что журнал, ее примут лет через пять, когда это никому не будет нужно. Ну, там, например, вот статья Эдвина Брэдди «Дизайн и реализация языкозависимыми типами» об Идрисе. Она там в журнале где-то года четыре провалялась, пока ее там опубликовали только. Все уже поменялось десять раз, но статья только дошла до читателя, что называется. Ну, на конференциях быстрее, но неважно. Так вот, вот статья написана. После того, как она написана, мы ее отправляем, сабмит, ну, куда-то там на конференцию. Дальше серьезные ревьюеры ее анализируют, читают и дальше, как мы видим по стрелкам, либо ее принимают, либо отвергают. И иногда, ну, вот сейчас все чаще, если статья отвергнута, есть возможность некое поспорить в некоторых журналах, на конференциях такое называется. Есть такая возможность сказать, что ну, давайте мы чуть-чуть исправим, там что-то переделаем и опять туда. Вот, вот, ревайз, это вот эта стадия. Мы ее немножко переделали и опять на ревьюинг. Этот автомат составлен так, чтобы там был цикл, да, в принципе. Ну, в реальности такого не бывает, чтобы мы там бесконечно долго нас реджектили, мы отправляли снова после переделки. Ну, мы тоже, как бы математика, мы упростили. Мы решаем проблемы нереального мира, а те, которые можем решить. Как обычно это делает математика. Вот, ну, вот, примерно так пишутся статьи. Упрощение, да, упрощенно. Когда у вас не получится написать статью, на меня не ссылайтесь, я никаких гарантий не даю, что это вам поможет как-нибудь. мы хотим описать вот это все с помощью типов. Точнее говоря, у нас две цели на самом деле. Мы хотим описать и состояние, и переходы. Да, вот то, что было, это конечный автомат. Или то, что по-английски там state machine называют, или finite automaton. Значит, мы хотим описать состояние переходы с помощью типов. Причем так, что проверка типов работала и делала все необходимое, чтобы мы не могли сделать ошибки. И кроме того, вот, помимо просто отдельных переходов, мы хотим описывать последовательности переходов. То есть, основная наша цель здесь, вот как вот мы начали писать статью, она из состояния NIL перешла в состояние accepted. То есть, нам нужно уметь вот этот процесс описывать. То есть, последовательность переходов, чтобы весь процесс описать так, как он должен выглядеть. Вот обе эти цели мы сейчас сможем с помощью типов достичь. И корректность всех происходящих процессов, и вот такую последовательность. Причем для последовательности, понятное дело, как и везде, мы будем использовать монады, потому что куда без них. Это последовательности есть. Итак, для начала состояние статьи. Это вот то, что большим шрифтом у меня были написаны слова. Я сначала хотел кружочки нарисовать, но как-то не очень красиво получалось, поэтому кружочки убрал, остались только слова. Я имею в виду вот на этой диаграммке. Так вот, вот это наше состояние. И нам нужны переходы. Вот сверху переходы, снизу комбинирование. Давайте смотреть сверху. Идея очень простая. У нас есть такие события, происходящие со статьей. Это переходы. И каждое событие характеризуется состоянием до и состоянием после. То есть переход – это стрелка между двумя состояниями. И мы ровно это зашиваем в тип. Там еще в типе вы видите юнит, круглые скобки. Но это могла бы там, воля реальная задача, это мог быть там вердовский файл со статьей. Или теховский файл со статьей. Вот. То есть мы могли бы его передавать куда-то. Здесь такие мелочи нас совершенно не интересуют, поэтому это все юнитом обозначили для простоты. Нам важны вот эти два типа. То есть два paper state, которые ровно в типе сидят. И именно вот это позволит нам регулировать корректность. То есть здесь видно, из какого состояния, в какое мы можем перейти. Два последних метода – это уже возможность использовать дунотацию для структурирования вычислений. Типы совершенно традиционные, но это не монады, потому что нет класса типов монада, но зато это просто такая же структура. Некое событие. Второе событие зависит от результата первого события. И мы в результате получаем вот общее такое объединенное событие из двух. Как обычно в монадах, в результате мы можем насобирать много, сколько угодно, любую последовательность. Так, ну вернул я эту схему. Давайте попробуем пописать статью. Сейчас мы посмотрим, как это делается. И я надеюсь, что получится. Вот у меня написан этот тип, ровно такой же, который и был. Так, я его загрузил. Загрузил. Вот и заготовочки для трех программ. Смотрите, моя цель – из ничего получить принятую статью. Ну, в случае отказа нас не интересует. Давайте начнем с чего-нибудь самого хорошего. Значит, я буду писать блок do, поскольку у нас есть соответствующая операция, которая больше и больше все равно, которая блок do оттранслируется. Что должно быть первым шагом? Вот мы смотрим... Я показал тот слайд, да. Ну, первым шагом. Кто помнит, что там должно быть? Написать статью. А можем ли мы по типам сюда написать что-нибудь другое? Не статью. То есть не написание статьи, не операцию write, а что-нибудь другое. Вот заметьте, вот у нас тут пишется эта цель, и здесь видно, вот эти квадратные скобочки – это new. наш на самом деле. Это наш был new, но мы его перегрузили таким образом. Ну вот хотим получить accepted, но accepted сразу не получится. Так, оказывается, что если мы знаем, что это write, система типа Фидриса тоже это прекрасно знает. Поэтому, когда я делаю поиск решения, она мне тут же write находит. То есть, описав так досконально на систему типов, мы сразу получаем уже подсказку, что первым делом нужно статью написать. Но он тут генерирует не очень красиво, с больше-больше равно. Я хочу такую последовательность подряд писать. Теперь смотрим. У нас статья уже написана, теперь ее должны принять. Какой следующий шаг? Засабмитить. То есть, ничего другого нету, да? Из состояния ритм только одна стрелка была. Поэтому оно тоже автоматически будет обнаружено. Тоже сабминт. Пожалуйста. Так, это мы сейчас уберем. Следующий шаг. Что дальше? Reviewing accepted. Можем ли мы сразу решить эту задачу? Можем. Раз. Все. Статья написана. Видите, не так много времени это требует. А то там рассказывают про прокрастинацию, что вот там you should be writing. Куча твиттеров специальных, которые напоминают работникам науки, что нужно писать статьи. Все такое. Оказывается, все так просто. Конечно, не всегда бывает так просто. Давайте сейчас я вот это скопирую. Мы сейчас посмотрим, что там может быть внутри. Я забыл, у меня тут не копируется ничего. Так, значит, сначала мы пишем, потом сабмитим. Хочу вот это взять, откомпилировать. Оно, естественно, вот в таком недоделанном состоянии у нас не получается завершить, потому что оно не акцептит, а в конце должно быть акцептит. То есть, вот оно не компилируется. Вот в чем нам говорят. Что у вас после сабмита она ревьюется, а должна акцептиться. Ну, допустим, ладно, значит, у нас там ее отрежектили. Оно снова, естественно, не компилируется. Давайте я сейчас сюда дырку вставлю, чтобы оно хотя бы компилировалось. После этого мы должны сделать, чего? Ревайз. Пересмотрим. Так. Оно, конечно же, находится автоматически, поскольку других вариантов нет. Ну и последнее. Допустим, на этот раз нам повезло. Допустим, и... Сейчас я сгенерирую. Она вот генерируется акцептом. То есть, написать какую-нибудь ерунду, например, ну, вместо сабмита взять и акцептить только что написанную статью. Ну, естественно, нельзя. Ошибка типов. То есть ничего такого нельзя. Хорошо. А зато что можно? Тут не так много возможностей, поскольку протокол наш ограничен вот этой машиной, но зато вот эту reject-ревайз я могу вставить... Так. У меня тут что-то в Максе не работает комбинации клавиш, и я подвинялся. Я ничего не могу делать. Так. Копировать. А вставлять как? Ну, я так... Оно даже так не вставляется. Ну, я пас. Ну, в общем, таких reject-ревайзов мы можем сколько угодно сюда вставить. Это вот тот цикл, который там написан. Но, тем не менее, компилируется. Ладно, третью программу уже не будем писать. У нас и так все хорошо. Давайте вернемся назад. Вот. Две простые программы. Хочется, конечно, первый случай. Второй тоже подойдет. Чаще, конечно, просто отшивают и говорят, что иди пиши какую-нибудь другую статью или подавайся на другую конференцию. Ты нам тут такой не нужен. Ну, так живут ученые. Следующий пример из книжки Адвина Брейди «Вендинговая машина». Ну, смысл в том. Мы тоже верифицируем состояние взаимодействия с этой машиной. У нас там в состоянии два значения. Это число монет, причем эти монеты это фунты, фунты стерлингов. А второе – шоколадки. Два числа. То есть, вендинговая машина работает так. Там загружены шоколадки, а мы туда монету кидаем, там монета появляется и нам выдают шоколадку. При этом желательно, чтобы пока мы монетку не кинули, шоколадку не выдавали. Даже хотя и фунты, англичане, все культурные, все равно, если халява начнется, то они все шоколадки тут же сожрут. Без денег. То есть, это нам нужно контролировать. Давайте опишем в типах, как это происходит. У меня есть один знакомый, который рассказывал, как он в 70-е годы занимался верификацией автоматов по производству, по выдаче газировки. Есть такие, вы могли видеть, сейчас такие под старый стиль делают такую стилизацию. то есть вот так кидаешь монетку, и оно там тебе в стеклянный стакан наливает чего-то. Есть специальная штука, чтобы сполоснуть водой. Верификация в 70-е. Я этим 80-е помню, пользовался. Ну, я не знаю, какими они были, честно говоря. Я знаю человека, который знает, как их верифицировали. Новосибирске этим занимались, у них такая большая школа, вот такие вещам. Ну, примерно такие же вещи нужно было делать, чтобы вода не выливалась, пока человек не заплатил. Это нужно контролировать, иначе можно разориться. Так вот, вот это состояние. А вот это набор базовых операций. И вот смотрите внимательно, как в наборе базовых операций учитываются правила работы с этой машиной. Причем это все на уровне типов. Мы в тип вносим. То есть, например, здесь видно та же самая идея. Состояние до, состояние после этой операции. Два типа event state. Вот в описании вот здесь команды этой машины. Вот до и после. Соответственно, до вот столько, после столько. Вот мы здесь видим, что при выполнении операции вставки монеты число монет увеличивается на единицу. При этом число шоколадок никак не меняется. Это означает, что в момент реализации мы не сможем написать программу так, ошибиться, чтобы там где-то при вставке одной монеты монета думала, что там две вставлены. Потому что прямо в типе зашито вот что увеличение происходит на единицу. Дальше. Сама операция event выдачи. Она очень хитро определена. Во-первых, что мы видим? Во-первых, обязательно там должна быть хотя бы одна монетка и обязательно там должна быть хотя бы одна шоколадка в начале. Иначе эту операцию мы не сможем вызвать. Не пройдет проверка типов. Правильно? При этом после этой операции на единицу уменьшается и то, и другое. То есть в типе зашита серьезная логика, которую бы программист на обычных языках программировали, ну просто бы написал функцию и там где-нибудь там вместо минус один, минус два написал и никто бы не заметил, пока компания миллионы долларов не потеряет. Или как сейчас самое модное поворачиваться не на 2 градуса, а на 358. Актуальный пример. Или получение монет. Это сдача. Это мы, допустим, вот туда деньги загрузили, а потом решили шоколадки не брать. Значит, вот все же загруженное мы забираем и оставляем ноль. В результате ноль должен получиться. То есть если в машине там что-то осталось, то мы не можем сказать, что мы завершили вот эту выдачу монет. Обратите внимание, что вот здесь пока я даже не программирую. Ну не программирую в том смысле, что я не пишу действия. Я не реализую эту машину. Я описываю происходящее в типах, чисто декларативно. Я нигде не вычитаю. Я просто говорю, что эта операция должна сопровождаться вот таким изменением состояния. И я ее не реализую. Соответственно, это же средство контроля. Тот, кто будет писать функцию выдачи, вот он должен будет написать ее так, чтобы она прошла проверку вот этих типов. Дальше. Понятно, что такая машина должна принимать пользовательский ввод. Ну там кнопочки нажиматься должны, всякие такие сдача должна выдаваться, еще что-нибудь такое. То есть это все обязательно должно быть. Хорошо. Вот я определяю такие операции. Это опять данные. Значит, добавлена монета, свыдано что-то, запрошена сдача, рефил. Как вы думаете, что это такое будет? Загрузка шоколадок. Да, загрузка шоколадок. Ну это приходит специальный человек, там открывает машину и закладывает туда шоколадки. Я когда это вижу, всегда думаю, вот сейчас кто-нибудь нападет и отберет там все шоколадки, или все что он туда загружает. Пока машина раскрыта, и все такое. Количество шоколадок добавленных записано. Вот мы определяем остальные операции. Теперь уже с помощью инпута. Я продолжаю тот же тип данных. Прошу заметить. Это я просто его прервал вот этим. А на самом деле, вот я продолжаю команды машины. Я продолжаю декларативно описывать суть происходящего. Я не реализую никакие функции. Я не программирую моделирование машины. Я только описываю свойства этого протокола взаимодействия с такой машиной. Итак, вот наше дисплей. Это просто выдача какой-то информации. Вот рефил. Рефил увеличивает на количество барс, число шоколадок. Что мы в рефиле зашиваем в его определение? Мы требуем, чтобы нельзя было рефилить, пока там есть монеты. Это бы нарушило консистентность нашей машины. Вот эти мысли здесь зашиты. Вот мы увеличили число шоколадок на нужное число. Вот я сказал увеличили, и сказал неправильно. Я использовал догол действия. Здесь никаких действий нет. Мы описываем типы, просто то, что должно происходить. GetInput, это получение пользовательского ввода. Вот мы тут вынуждены использовать тип Maybe, потому что всякий раз, когда идет речь об общении с пользователем, там может быть какая-то ерунда. Вот, скажем, там пнул эту машину, машина подумала, что что-то нажато, потом проверила, выяснилось, что нет, ничего не нажато. То есть Maybe есть. И два типа уже знакомых нам, которые мы везде вставляем, поскольку операции последовательно выполняются, то монетический синтекси и самое удобное здесь. Почему напоминает язык пролога? Ну, напоминает декларативный язык программирования. Пролог, конечно, в этом смысле самый чистый пример декларативного языка, так что в этом смысле мы в рамках. Действительно, мы просто пишем нечто не реализуем. Ну, в прологе подразумевается, что этот алгоритм, который это все обрабатывает, уже зашип куда-то там. Мы-то здесь, конечно, должны это будем сделать. Давайте сейчас я этот фрагмент кода еще покажу. Потому что мы видели, что там все-таки что-то такое есть. Уже не на слайдах, а просто в редакторе. Какие слова используют? Я не знаю таких слов. Это, наверное, в какой-нибудь математике, да? Геннодационные семантики, там, теория категории. Я имел счастье быть знакомым, встретиться с Даной Скоттом, автором теории доменов. Это важнейшая теория в геннодационной семантике. Вот он приходит. Значит, вот у нас этот код, состояние, input. Нормально размешивается? Видимо. Как только в программе появляется тип стринг, мы понимаем, ну, в идресе. Да, я фаскель и там, не дай бог. В идресе, если появляется, все нормально. Но это означает, что мы общаемся с пользователем. Вот важно понимать, я вот сейчас вспомнил, есть такая картинка про типизированные языки. Там какой-то слон, чего-то на чем-то там, он там сидит на зайце или там висит на дереве или еще что-то такое. И все это подписано типами стринг. Говорится, вот строго типизированные языки программирования, это круто. Вот. Понятно, что стринг, это вот только там, где нужно строки вывести пользователю или запросить у него. То есть это мы сразу видим. Ага, дело речь, речь о пользователе. Ну, действительно. То есть пользователь вводит строку, а результатом вот maybe input является. То есть мы сразу переводим в тип наш, нашей системы. Ну, как обычно. Вот. Это мы обрабатываем ввод. Потом это длинный тип машин CMD, который я показывал со всеми командами. Потом идет уже, это уже ближе к машине, идет тип машин ИО, который как раз-таки построен по принципу, по которому мы инф ИО строили. Для того, чтобы была вот эта тотальность бесконечной обработки действий пользователя. Вот тут один конструктор ДУ такого типа, чтобы это все можно было использовать в монадическом синтаксисе. Потом рандер. Он тут называется run-машина. Обрабатываются. Здесь просто выдается какая-то информация, такое общение с пользователем. Вот тут сколько шоколадок осталось. Что-то еще. Ничего такого существенного не происходит. Вот если команда какая-то для input-а там что-то, вот она тут запускается. А для запуска используется вот такой тип. Вот тут more, как у меня был, только здесь еще с возможностью завершения. Вот это dry. Это метафора топлива, когда она заканчивается или продолжается. Но она действительно бесконечная, так же, как у меня. раннер такой, вот ровно такой, как мы видели. А дальше вот здесь уже пошла реализация функций. Ну и вот мы видим, например, вент, который должен выдать шоколадки. Он проверяет предусловие. Это неявные параметры, состояние. мы проверяем, чтобы здесь что-то было, чтобы здесь что-то было. И если так, то выполняем соответствующую операцию. Ну и что-то одновременно выводим и на цикл переходим. Если там ноль монет, то просим вставить монету. Если ноль шоколадок, то сообщаем, что out of stock. То есть нету ничего. Ну и все остальное. Вот рефил тоже определяем, проверяем это предусловие. Ну и сам цикл, который тоже на луп, который наш лупринт мы писали. Здесь тоже похожий цикл. Уже обрабатываются разные формы пользовательского ввода. Ну и наконец запускаем. То есть тут такая добавленная эмуляция в некотором смысле этого всего. Никаких таких особенных вещей уже нет. Так. Давайте, наверное, мы сейчас прервемся на перемену и после перемены продолжим. декоративного ввода. Корректор А.